Это 96-й год. Давайте посмотрим, как выглядел тогда Герман Стерлигов. Овчарка кавказской национальности. Символ процветающей биржи. Любимица молодого миллионера. Алиса три года назад неожиданно исчезла с экранов наших телевизоров. А сам её хозяин, Герман Стерлигов, бывший президент биржи Алисы и клуба молодых миллионеров, переквалифицировался в консультанты, работает в Центре по борьбе с курением, пропагандирует здоровый образ жизни. Я нашёл своё место, наверное, в жизни вот на этот период. И я стараюсь не распыляться. Тем более я очень хорошо понял, что красивая, казалось бы, фраза «не в деньгах счастья» наполнена очень глубоким смыслом. И действительно не в них счастье. Они не имеют никакого отношения к тому, что называется счастьем. Сейчас у меня есть, так сказать, своя квартира. Я прихожу с работы домой, у меня есть нормированный рабочий день. Я могу себе позволить скопить денег, купить там, я не знаю, что-то из мебели, что-то из одежды. Ну, например, что? Ну, вот недавно мы купим себе свитер. Свитер очень хороший, и я доволен. В лучшие времена Алиса приносила Герману удачу. Благодарный миллионер даже собирался поставить ей за это памятник, но так и не поставил. Все деньги вложил Герман в благоустройство жизни в Рязани. Мы хотели, в силу, наверное, молодости и малоопытности, совсем уж молодости, совсем малоопытности, сделать процветающий район в уголке России, где там каждый бабушка с антенной спутникового телевидения и так далее, и так далее. И вложили туда действительно много денег, но у нас, естественно, ничего не получилось. Ну, здесь вам лет 26, наверное, да? 25. Где-то так же. Ну, говорят вообще, что без участия всесильного комитета государственной безопасности в те годы никто никаких денег иметь не мог. И вот ходят случаи, что и вы с ним очень активно сотрудничаете. Нет, нет, это не так. В те времена необходима была просто наглость, решительность и стремление к достижению цели любыми путями. Продолжение следует...